Здравствуйте! Сегодня я расскажу историю, которая попала к нам в руки. История заключается в следующем. Город по программе «Молодежи. Доступное жилье» предоставил квартиру женщине. Женщина заехала туда с новорожденным ребенком и как-то стала себя плохо чувствовать. Короткое исследование показало, что в воздухе квартиры не только привычный уже нам аммиак, а еще и свинец и другие соединения превышают предельно допустимую норму. Женщина стала писать во все инстанции, которые все ей фактически ответили, что наша хата с краю, мы этим не занимаемся. Самое удивительное, что это же написал Роспотребнадзор. Все они советовали разрешить этот вопрос в суде. Именно поэтому женщина обратилась к нам. И в настоящий момент мы уже подали исковое заявление и просим крупную сумму. Почему мы просим крупную сумму? Потому что у женщины обнаружили такое заболевание, как саркоидоз. Саркоидоз приводит к полной потере легких. Как мы знаем, без легких человеку трудно жить. Это возможно. Аппарат АВЛ сейчас позволяет дышать через кишечник, что для меня было достаточно серьезной новостью. Но в таком состоянии в магазин уже точно не сходишь. И в общем-то долго не просуществуешь. Поэтому сумма заявленная в счет компенсации вреда здоровью достаточно крупная. Поскольку короткое исследование показало, что трансплантация легких делается только за границей. И примерно ее стоимость 2 миллиона 600 долларов. Вот, поскольку у нас такая заботливая позиция всех городских служб, женщина попросила публичного освещения данного вопроса. И в общем-то данное видео является как раз отчасти публичным освещением. Мы сейчас ищем контакты с журналистами. Ссылка на материалы дела будет размещена под данным видео. И в общем-то данная история обещает быть громкой. Поскольку подорвано здоровье не только женщины, а еще и ребенка новорожденного, который находился в этой квартире. Предельно допустимые нормы веществ, обнаруженных в воздухе, превышают в десятки раз. И в общем-то этому есть уже заключение. Мы его разместили на форуме. И будем надеяться, что суд отнесется с состраданием к данному вопросу, поскольку молодежи доступное жилье получается полтора метра на кладбище доступное. Вот, в доме болеют люди, людей увозят по скорой, у людей проблемы со всеми дыхательными системами. Но городские власти, к сожалению, никак не реагируют на данный вопрос. И все предлагают дружно идти в суд. То, что люди взяли на себя обязательства по покупке объектов недвижимости, в общем-то никого не волнует. То, что люди тратят деньги на восстановление здоровья после проживания в доступном жилье, тоже никого не волнует. Но будем надеяться, что суд все-таки данная проблема заволнует, поскольку, на мой взгляд, тут вообще должно быть уголовное дело. По факту причинения вреда здоровью достаточно большому количеству лиц, поскольку в дом заехала не одна семья, все они начинают страдать заболеванием. Естественно, город не хочет шумихи, хочет, чтобы это все как-то было решено, и лучше всего судом, а не чиновниками, потому что за это нужно, можно будет понести ответственность. А вдруг ты принял неправильное решение, а вдруг это коррупционная составляющая, когда ты принимал это решение. Поэтому, естественно, все чиновники отдают разрешение этого вопроса суду. Суд решил, ну что мы так сделаем? Это суд решил, это не мы решали, и проблем нету, все прекрасно. А то, что люди готовятся к транспортации, ну это как бы нормально. Продолжение этой истории будет размещено на нашем форуме, как и ссылка на материалы дела, будет размещена под данным видео в комментариях. На это все, ставьте лайки, и тогда все будет хорошо.